я утром ругался с милашиной по поводу ее материала в связи с тем что там по первоначальной только версии 150 тысяч знаков но это полностью расследование окончательное что называется по поводу теракта без бесслани и в это время у меня было несколько звонков из города осло но прерывать разговор с милашиной я бы не хотел ну и из осло были отклонены как нежелательные вызовы а потом закончили не разговаривать мне позвонил надя пусинкова сказала что звонили из нобелевского комитета для меня не дозвонились и сказали есть что сейчас через три минуты они объявят и это это будет новая газета вот так приблизительно это бытовым образом и случилось теперь что касается нас и газеты я сказал нашим коллегам которые здесь вчера собрались в один из таких очень светлых осенних дней возле редакции чтобы поговорить и я сказал то что все мы чувствуем все кто здесь живет в редакции кто здесь живет на этом этаже и на 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 наших этажах наших кабинетах в наших не в этот день мы открыли комнату памяти номер 307 307 это кабинет в котором сидела аня политковская теперь там потрясающая лаборатория по расследованию ее убийства и видно в какую сторону нужно идти дальше этому расследованию если это не сделать следственные органы это сделаем мы поскольку мы нашли основного ключевого свидетеля по делу мы не нашли редакция нашла вопреки многочисленным усилиям с тем чтобы помешать тому чтобы организаторы этого преступления оказались оказались в суде вот это премия насти бобуровой это премия стаса маркелова конечно наташа и стимировой наших павших сотрудников и просто нобелевская премия уже много лет не присуждается посмертно и поэтому ее вручили нам живым для того чтобы мы безусловно понимали что это посвящается им этим людям которые за свою профессию отдали жизни но я бы еще добавил вот что это премия еще и для тех потрясающих существ которые работают здесь на наших этажах которые занимаются социальными сетями и большими данными которые пишут репортажи не вырезают из командировок которые ведут тяжелейшие расследования работают в чечне работают на пожарах работают очень сложных экспедициях в ну например в местах экологических катастроф и пожаров это конечно премия и живым и живым тоже как мы с ней поступим мы вчера уже обсуждали в редакции я только сюда зашел и меня взяли шампанским обливать да лучше бы виски мы думаем это наше такое вот предварительное общее мнение общее решение часть денег мы пожертвуем безусловно фонд круг добра для детей у которых тяжелые орфанные заболевания у нас редакция уже более почти что два года занимается этой очень сложной сложной темой и мы хотим в этом участвовать они только наблюдать мы поможем хоспису московскому хоспису номер один созданному 15 лет назад вчера был день рождения у этого хосписа верой миллионщиковой сейчас его ведет нюта фидер мессер дочь вера миллионщиковой это абсолютно важная гуманистическая история в нашей стране редкая настоящая большая гуманистическая история я думаю что мы поможем и фонду подари жизнь чулпанка амхаматова ингиборге добкунайте потому что эти выдающиеся актрисы выдающиеся мастера они спасли десятки тысяч детей больных на больных лейкемии что-то мы оставим себе для медицинского фонда сотрудников сотрудников газеты надеюсь на за это за это никто не осудит то что касается меня я почитал сегодня множество вопросов нет я не возьму оттуда ни копейки все спасибо